Интересно ваше мнение, да, о случившемся, о этого инцидента. Что вы скажете как армянка? Как армянка я это восприняла как личное оскорбление, потому что как армянка я была знакома, я работала с выдающимся русским поэтом ленинградца Михаилом Дудином. И Михаил Дудин, он переводил армянскую поэзию, он переводил Хамуса Ахиана, Чаренца переводил, Терьяна переводил, Сильбу Капутикиан переводил. Он издал сборник «Земля обетованная» в Ереване в 89-м году, куда вошли его эссе, стихи и переводы. Все они посвящены Армении и армянским поэтам. И весь гонорар этой книги он перечислил в ход пострадавшим от землетрясения. Он был участником войны, прошел всю войну. И когда открылся его памятник в Венеграде в 16-м году, в связи с его столетиям, там на памятнике написано «Защитнику нашего города» Михаилу Александровичу Дудину. Дудин написал предисловие к роману Верфеля «Соро дни мусадага на руке». И если б он его не написал, этот роман не вышел бы на русском языке в 82-м году в Ереване, потом в 85-м переиздали эту книгу. И поэтому я это восприняла как личное оскорбление. И я убеждена, что это организовала б Кашиняновская власть. Если бы это не было с их стороны организовано, последовала бы какая-то реакция, причем мгновенная. Но они никак не реагируют, до сих пор не реагируют. И вот эта разжигаемая на самом деле, русофобская политика этих мерзавцев на самом деле носит антиармянский характер. В Ленинграде, в Ленинграде, в самом престижном издательстве Советского Союза «Советский писатель» были изданы антологии армянской поэзии, три антологии армянской поэзии. Одна антология западноармянской поэзии. А вы знаете, что такое в советское время издать западноармянскую поэзию в Ленинграде? Ее назвали армянской поэзией нового времени. Чтобы книга вышла, это делали ленинградцы. В Ленинграде, в издательстве «Аврора» были изданы альбомы армянской миниатюры и хачкаров. Это все делали ленинградцы. Либо дети блокады, либо те, кто непосредственно, уже взрослые люди. Но это все ленинградцы. Вы понимаете? Поэтому я это восприняла как личное оскорбление буквально. У меня было очень много знакомых, друзей ленинградцев. И когда я увидела вот эту рожу в телевизоре, вот он не в телевизоре, а в этом ютубе, и он еще что-то там говорит, то у меня было желание на том, вот если бы я была кувалдой по башке заехать ему. Я не знаю, что будет. И вообще все это... Просто те, кто вот разжигают эту русскую, они не соображают, что на самом деле антирусская истерия, она на самом деле носит антиармянский характер. Это прежде всего... И это не случайно. Это что за такое, братанья с турками? Это как называется? Я не знаю, честно говоря. Еще раз говорю, я это восприняла как личное оскорбление. Потому что я знала... Кроме того, моя подруга живет в Москве, она сама ребенок блокады. Я как могу равнодушно относиться к тому, что произошло? И она, она настолько проармянская. Она, когда она окончила Ленинградский институт, и ее тогда так было принято, по распределению направили в Армению. И она здесь, в Геташене, в Аштаракском районе, преподавала русский язык. И она в восторге от Армении. Она для нее... Армения, как, я не знаю, связана с самыми... с самыми хорошими ее воспоминаниями, связана Армения. Я как могу повести себя по-другому, по отношению даже к конкретному человеку? А у меня таких конкретных человек, людей, связанных с Ленинградом, очень много. Вообще, это мой любимый город Ленинград. Большое спасибо. Спасибо.